С 1 октября в Самарской области появится возможность получить все услуги службы занятости в электронном формате. Услуги по организации профессионального обучения, содействуя безработным в переезде, профориентации и другие будут доступны на портале Работа в России. Со следующего года на цифровой формат перейдут все регионы страны. При этом возможность личного посещения центров занятости населения и получения услуг в очном формате остается. Сейчас в электронном виде доступны такие услуги центров занятости, как содействие в поиске работы для граждан и в подборе персонала для работодателей. Кроме того, работодатели могут через портал Работа в России направлять сведения в рамках исполнения закона о занятости населения, размещать вакансии, подать заявку на участие в программе субсидирования найма, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. В Самаре стала доступна студенческая транспортная карта жителя Самарской области, сообщает телеграм-канал администрации Кировского района. При оплате проезда по карте всегда удобно планировать личные транспортные расходы, контролировать и пополнять баланс. Транспортную карту можно пополнить через терминалы в метро, в почтовом отделении, в терминалах и точках продаж транспортных карт. Для удобства студентов предусмотрены разные виды лимитов. Безлимитный проезд на один месяц, на 40 и на 20 поездок. Оплачивая проезд по карте, необходимо при себе иметь студенческий билет. Телеграм-канал администрации Самарского района сообщает, что в поликлиниках идет активная прививочная кампания против гриппа. Процедура займет всего несколько минут, а иммунитет сохранится до следующей осени. Также в ведомстве сообщают, что с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг по телефону горячей линии 122 и по телефонам поликлиник. В самый разгар осеннего сезона, 2 октября, в библиотеке семейного чтения номер 25 пройдет праздничная программа, посвященная Международному дню пожилого человека. В этот день все самые добрые слова будут обращены к людям, прошедшим большой жизненный путь. Со сцены актового зала выступят творческие коллективы. Праздник пройдет в библиотеке на Карла Маркса 21. Начало в 12 часов. Команда Ленинского района приняла участие в городской спартакиаде среди детских дворовых команд. Администрация района поздравляет в своем телеграм-канале команду по стритболу «Прим Тим», которая заняла первое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова